Жители дома номер 14 по улице Дружбы обратились с просьбой о сносе дома номер 15, стены которого могут вот-вот обрушиться. На данный момент жители собственными силами сделали легкий ремонт фасада здания. Как утверждают они, построены еще 60 лет назад. В этих домах дальнейшее проживание невозможно. Об этом проинформированы и представители местных властей. Но все должно решаться в рамках правового поля, утверждают чиновники. Подробности в следующем сюжете. Этот дом вот уже 60 лет не видел ремонта. Даже просто войти в дом создает огромные проблемы. Отвратительный запах в доме не дает спокойно вздохнуть. Заплесневелые стены, обветшалые ступеньки вдоль фасада, беспорядочно соединенные электрические провода. Кровля дома тоже дышит на ладан. Плюс ко всему в июне дом превращается в орду насекомых-разносчиков различных болезней. Жители рады тому, что зиму пережили без особых приключений. Теперь молятся, чтобы дождей было меньше. Основная масса жителей этого дома – многодетные семьи. Этот дом получили в 1986 году. И с тех пор вот тут и живем. Говорили, что еще в 1990 году дом пойдет под снос. Но все еще так и стоит с тех пор. Дом хуже сарае. Каждый год ремонтируем. Но толку от этого мало. Мы написали заявление по поводу сноса, что дом уже пора давно сносить. Ответ, значит, в ответ нам пишут с Акимата, что надо сделать реконструкцию. Этот дом реконструкции абсолютно не подлежит. Его ремонтируем и ремонтируем. Ежегодно. По-любому все равно трещины большие. Это опасно вообще. Тут 16 квартир. Одному из жильцов квартиру выделили. Как это могло произойти? Четыре человека сдали документы на экспертизу. Признали дом непригодным. Жители несколько раз обращались в различные инстанции. Но вразумительного ответа ниоткуда не получили. Мы же в свою очередь обратились в городской отдел ЖКХ. В 2016 году дом в результате многочисленных осадков был подтоплен. Жители данного 14 дома должны сдать заключение независимых экспертов и потом стать в очередь. Необходимы документы, подтверждающие непригодность данного дома. Лишь после этого мы можем поставить в очередь. Ну а житель 10-й квартиры получил дом в другом месте. В свое время он предлагал вызвать экспертов. Но жители не смогли выразить свое единство. И вот результат. Они остались жить в данном доме. Сегодня здесь 15 квартир находятся в аварийном состоянии. И долгожданной мечтой всех жителей остается переезд в новую, пригодную для жилья квартиру. Нургуль Рамазанова, Клег Кобыл Кумаров, Служба новостей.